Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем делать отпечатки ладошками и будем делать праздничную картину для мамы на 8 марта. Сделаем ей такой рисунок, который называется «Букет для мамы». И для этого нам понадобится, прежде всего, простой карандаш. Простым карандашом мы нарисуем вазу, в которой будут цветы. Поэтому нам нужно в самом низу у листочка нарисовать вот такую прямую линию. Стол. Стол. Так, хорошо. Нарисуем. Теперь нам нужно нарисовать саму вазу. Вазу мы нарисуем простую. Мы просто отступим от серединки листа, немножко в сторону, и нарисуем наискосок вот такую линию. С одной стороны отступим. Теперь с этой стороны немножко так подальше сделаем, чтобы вазочка такая была побольше, да? И так нарисуем линию в сторону. Здесь и здесь наискосок. Немножко наклоненная линия у нас будет. И соединим эти линии прямой. Вот такая у нас будет вазочка-рикошочек для цветов. На этом рисунке мы фон не будем закрашивать, потому что отпечатки ладошек лучше всего на белом фоне смотрятся. И у нас будет с тобой три цветочка. Один, два и три. Три раза мы отпечатаем ладошку. Берем ладошку. А давай сначала вот эту ладошку. И будем закрашивать одним цветом. Ладошку, а по краям другим цветом. Например, я выберу желтый цветочек, да? У меня будет, я беру желтую красочку. И начинаю толстой кисточкой, густо. Кисточка должна быть достаточно влажная. Поэтому перед тем, как брать красочку, нужно помочить, набрать красочку погуще и раскрасить очень быстро ладошку, чтобы она не успела высохнуть. Вот, еще макнули водичку, еще намазываем красочку. Так. И теперь, когда вся ладошка закрашена, еще раз хочу пройти, чтобы она не высохла, погуще была. Отпечаток, что получился погуще. Еще. Вот, видишь, как я густо намазываю на ладошку. И теперь я промываю кисточку, беру оранжевую красочку, или красную можно взять. И вот здесь внизу и сбоку. Вверху не надо, только внизу и сбоку. Вот большой пальчик закрашиваю, и вот здесь вот внизу оранжевым немножко вот так провожу. Теперь эту ладошку, пальчики не раздвигаю, все пальчики вместе. Переворачиваю и ставлю первый цветочек к самому верху листочка. И вот так вот отпечатываю. Убираю. Получился первый отпечаток цветка. Если ты будешь делать цветочки все одного, одинаковые цветочки, то можно не промывать руку, а сразу же на ней продолжить то же самое сделаем. Опять намазываем. Ручку желтой красочкой густо. Густо. Вот так как у нас ладошка уже была, накрашена вторая, она легче уже закрашивается. Промываем кисточку. Теперь я возьму немножко красненькой вместо оранжевого. Вот здесь по бокам накрашиваю. Вот так и внизу сделаю красные. Красные. Вот так, видишь? Опять все пальчики вместе прикладываю. И здесь вот сбоку второй цветочек отпечатываю. Убираем. Промываю кисточку. И еще разочек. Беру белую, закрашиваю белым. Прям перемешиваю эту красную, которую у меня здесь осталось, да? Промываю кисточку опять, чтобы густо было. И еще можно либо оранжевый, либо красненький. Ну как тебе хочется сделать? Я возьму оранжевый. Внизу и сбоку. Мизинчик вот здесь указательный пальчик. Можно здесь уже больше добавить. Можно еще сверху добавить оранжевый, только серединка, чтобы желтенькая осталась, да? Можно еще красненького добавить теперь уже третий раз. Вот здесь немножко снизу добавлю красного. И опять пальчики вместе. И с другой стороны еще один цветочек отпечатываем. Хорошо, ладошечку отпечатываем. И убираем. Вот три бутончика цветов у нас уже есть. Теперь нужно ладошку сходить, помыть хорошо. С мылом вытереть насухо. И потом будем продолжать наш рисунок. Итак, я помыл ладошку. Надеюсь, ты тоже. И мы продолжаем. Сейчас надо от наших цветочков провести в нашу вазочку стебельки. Берем зеленую красочку. Любую. У меня есть темные, и светлые. Я беру темную. И прямо вот от нашего цветочка. Во-первых, нам надо будет рисовать. И из этого бутончика вниз введем стебелек. Почему я рисую прямо на вазочку? Потому что наша вазочка будет стеклянная, прозрачная. Поэтому стебельки видны в вазочке. Стебелечки. Готовы? Хорошо. От наших стебельков нужно нарисовать еще листики. Мы берем также зеленую красочку. И от стебелька рисуем произвольно линию вверх. А потом возвращаемся вниз к стебельку. Опять вверх. И возвращаемся к стебельку вниз. Здесь также рисуем. Можно загнуть листик и вернуться. С двух сторон стебелька рисуем два листика. Вверх. Вернулись. Нажали на кисточку. Получился. Тут у нас остренький наверху получается. А вниз мы вот нажимаем на кисточку. И она делает на толстую линию. Так. И в эту сторону. Вот такие получились уже у нас стебельки с листиками. Что тебя? Готово. Дальше возьмем тоненькую кисть для того, чтобы нам нарисовать нашу вразочку стеклянную. Мочем кисточку в воде. Берем капельку синего, чуть-чуть синенького. Вот так. И смотри. Нам надо рисунок, вот линию карнажа обвести вот этой синей. То есть мы нажимаем и вот так вот вниз проводим. С одной стороны. С другой стороны. И верхнюю вот эту линию прям по листикам проводим. Синенькой красочкой. Вот так. Внизу тоже надо обвести. Теперь, чтобы получилась прозрачность, нам надо промыть кисточку и водичкой. Можно даже это сделать толстой кисточкой. Но если тебе неудобно, тостой можно тоненькой. Вот у нас много воды на кисточке. Мы берем и эту водичку к нашей вот линии синенькой вот так вот подводим. Она начинает растекаться. Опять промыли кисточку. Снизу подводим. Вот она растекается, видишь, от водички. Промываем кисточку. Теперь сбоку вот здесь опять проводим. Воду. Промываем кисточку. И там где вот у нас наверху нам не надо это делать. наполовину чтобы было на свадок на половину перемешиваем не задевая листики не занимает вот так вот водичку на будет на них только до серединки поэтому мы нашу разводим вот так вот до серединочки водичка осталось делать только стол осталось делать на только стол уже не так видно поэтому это очень хорошо это повела гилью границу воды салфетку а салфеточку обсушили и теперь можно забрать вот здесь верху сбоку не было сильно много собирается опять промыли а салфеточку обсушили стеклянная вазочка хорошо здесь можно выбрать любой цвет карте бывает совершенно разного цвета ты можешь выбрать любую красочку и просто закрасить скатерть внизу до самого низа листа весь 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 всю скатерочку промываю сейчас я . 2 1 большой я использую формат а ты потому что ладошка большая но ты можешь конечно рисовать формате а4 альбомный сможешь и в принципе так же надо сделать я принимаете там там что кг не выстоскать и к ка кг не упражать что вы уже сделается как чуть-чуть оставить наставой нужно будет узора рисовать на скатерти делать мы это будем тоненькой кисточкой а белой краской поэтому здесь тоненькую грошу и промываем и на смотрите будем белый краска ты берем на диску кучком и держать это так вертикально получаем тонкие а вот эти коленки получаете на тяжелом на эти чтобы только получалось и проводить сначала две полоски такие длинные так и еще одну чуть ниже и так а теперь нам нужно будет получать вверху вниз провести буду плеточки делать отступили еще эти полоски были на одинаковом а друг друга расстояние сверху вниз сверху вниз сверху вниз если чу ставим нажимаем и опускаем у нас получилось катет в клеточку надеюсь я уже готова если не успеваешь за мной ты можешь поставить видео на паузу и выполнить этот обработы а потом опять включить чтобы доделать чтобы в клеточках нарисовать маленькие кружочки любой цвет который будет видно на на нашем рисунке я возьму наверное желтый и вот серединке каждой клеточки нужно нарисовать кружок можешь разными цветами делать эти кружочки не одним вот такие вот рисуют каждый клеточки маленькие кружочки можно просто отпечатывать нажимаем на кисточку если не получается рисовать просто можно отпечатывать такие точечки просто побольше красочки на кисть и нажимать и чуть держим так вертикально получается тоже неплохие кружочки вот такой у нас получился замечательный рисунок для мамы на 8 марта я думаю ей очень понравится вот так істочку прикладываем на кид ipo